У преступлений против человечности не должно быть срока давности, иначе они повторятся. Без срока давности – хорошее название для проекта, который проходит перед ним победы по всей России, в том числе в Хабаровском крае. Этим занимается много людей, но я выбрал троих. В студии программы «Политпрайм» Никита Кобзев, председатель регионального совета поискового движения России, Юрий Марфин, ректор ТОГУ, доктор наук, и Станислав Слевко, доцент высшей школы педагогики и истории ТОГУ, кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, общий вопрос. Нас упрекает в том, что мы зациклились на своей истории. Да, я бы не сказал, что мы зациклились на победе. Эта тема всегда актуальная. Во-первых, до конца, если мы говорим про проект «Без срока давности», до конца еще не все расследованы преступления. Это были такие же живые люди, которые имели свое имя, фамилию, отчество. И сейчас данное преступление, которое раскрывается с помощью и поисковиков, и Следственного комитета Российской Федерации. То есть возрождается также, открываются уголовные дела, возбуждается. Понятно, что ответчиков уже, как таковых, уже в живых нет, но это очень важно, показать именно те преступления, тот геноцид, который осуществлялся над мирным населением Советского Союза. У вас какой взгляд? Мне кажется, что тот, кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Поэтому очень важно учить историю, очень важно помнить об основных исторических вехах. А Великая Отечественная война, Вторая мировая война – это, без сомнения, ключевое историческое событие XX века, которое во многом предопределило контур развития всей нашей планеты на годы вперед. И сейчас, когда мир достаточно хрупкий, а эта хрупкость, она только повышается, потому что у нас сейчас становится все больше возможностей для взаимовлияния, очень важно помнить об этом событии для того, чтобы избежать его повторения. С одной стороны. А с другой стороны, это прекрасный урок для тех, кто растет сегодня, для тех, кто будет расти завтра, о том, с какими препятствиями столкнулся на тот момент Советский Союз, советский народ, русские люди. И как эти уроки могут повлиять на наше развитие, развитие наших детей в будущем. Поэтому говорить о Великой Отечественной войне, говорить о нашей победе не просто не стыдно. И чем чаще и больше мы будем это делать, тем, я думаю, пользы в этом будет больше. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. И затронула практически каждого жителя Советского Союза. Мы потомки победителей. И для нас очень важно сохранять память о Великой Победе. И для того, чтобы понимать, какое место мы занимаем в мире, для того, чтобы понимать, какова наша система ценностей. И для того, чтобы не давать возможности возрождению различных вариаций фашистских учений, движений, которые сегодня, к сожалению, пытаются не просто поднять голову, а получить очень серьезное место в общественной жизни разных стран. И опять же, еще один новопытный момент. Когда нашему знаменитому актеру Василию Луновому во время одной из поездок по Европе задали вопрос. Зачем вы носитесь со своей победой? Ведь было и было, а сейчас другие времена. Василий Луновой сказал следующие слова. Европейские государства сопротивлялись нацистской агрессии от силы несколько месяцев. Советский Союз сопротивлялся 4 года и победил нацистскую Германию. Разумеется, какой ценой мы знаем. И эта цена – это тот самый неоплатный долг нас, сегодня живущих на территории России и на всем постсоветском пространстве, наверное, в принципе, во всем мире перед воинами-победителями. Мы все живем благодаря тому, что тогда, в мае 1945 года, они победили. Никита, вы возглавляете поисковое движение в Хабаровском крае. Кто туда приходит? Это в основном молодежь? Конечно, в первую очередь, это молодежь, это разный возраст молодых людей от 14 и старше. Конечно же, есть костяк из взрослых уже достаточно людей, но все-таки основное количество, конечно, это молодежь. Это студенты СУЗов, ВУЗов, а у нас есть очень подающий надежду отряд, и можно даже так сказать, уже ребята достаточно опытные на базе Техокеанского государственного университета. Отряд называется «Форпост». Дети ежегодно проходят как и обучение на базе Хабаровского края, на территории Хабаровского края, так и участвуют в серьезных экспедициях на территории всей Российской Федерации. Молодежи эта тема интересна, их это цепляет. Мы-то, понятно, выросли на фильмах про войну, а сейчас несколько другое поколение выросло. На самом деле цепляет. Вопрос очень такой сложный и требует большего обсуждения. На самом деле очень многое зависит изначально от воспитания. Есть люди, которые приходят уже достаточно заряжены на такую деятельность, так как их родители уже приложили немало усилий в их воспитании, именно в правильное русло, что нужно любить родину. Они уже знают какие-то азы из истории нашего Отечества. Есть, конечно, ребята, приходят сложные, но так как они эту историю пропускают через себя, через свои буквально руки, это влияет на них очень сильно. И мы видим результат, что они начинают смотреть и в будущее по-другому, и в положительном русле. Юрий Сергеевич, вы занимаетесь формированием, ну, словно говоря, будущего поколения россиян. Вот эта зацикленность на победе действительно не мешает им двигаться вперед? Есть такой взгляд, что вот человек будущего должен забыть прошлый опыт, приходит искусственный интеллект, люди должны мыслить другими категориями. Что бы вы ответили? Опять же, история любит спирали, поэтому для наших ребят, для студентов категорически важно знать историю, и в том числе историю Великой Отечественной войны. И, кроме непосредственно знания, это формирует еще и те правильные и нужные импульсы, которые можно направлять в сторону воспитания, воспитания патриотизма, воспитания гражданственности, ответственности ребят по отношению к и большой нашей родине, и к малой родине, в которой они живут. И более того, сегодня мы видим, что вот эта часть третьей миссии университета, воспитание молодежи, воспитание у них в том числе патриотизма, она находит очень серьезный отклик у самих ребят. Скажем, Форпост, который был создан в начале 2024 года, этот отряд на базе нашего университета, у него входит 15 ребят, да? Но это один из элементов общей системной работы, которую сегодня ведет университет с молодежью, и которую ведут сами ребята, что здорово, и в рамках Великой Отечественной войны, и в рамках событий и дат Второй мировой войны как таковой, и в рамках других исторических моментов. Они активно участвуют и в научно-исследовательской деятельности, посвященной истории Российской Федерации. И я хочу сказать, что это не новеллы вчерашнего или сегодняшнего дня. Если посмотреть на историю университета, то у нас много отличных реализованных проектов. Одни цветы памяти. Чего стоят, когда ребята искали и приводили в порядок захоронение воинов Великой Отечественной войны, которые участвовали на Восточном фронте в конфликте с японскими оккупантами. Танислав, вы непосредственно общаетесь с студентами, и в том числе, наверное, спорите с ними на тему истории войны. Вам приходится опровергать какие-то мифы? Вообще, что их интересует больше всего? На самом деле я встречаю устойчивый интерес у нашей молодежи к истории и Второй мировой, и Великой Отечественной войны. Причем не только у историков. Что интересует? Интересует огромное количество аспектов. Начиная от крупных военных операций и заканчивая историей их семей, которой затонула война. Каждый год студенты Высшей школы педагогики истории, которые становятся учителями истории, защищают выпускные квалификационные работы. И каждый год несколько работ так или иначе посвящено различным аспектам истории Великой Отечественной войны. И студенты самостоятельно подходят, спрашивают, задают вопросы. И в том числе обращаются с просьбами объяснить некоторые устойчивые мифы, которые циркулируют в средствах массовой информации, в обществе. Ну и разумеется, здесь наиболее продуктивный путь – это не только разложить все по полочкам, но и обратить внимание на проблемные вопросы, обратиться к источникам, обратиться к научной литературе и побудить самостоятельные исследовательские возможности, ребят. Потому что я могу сказать, что у них есть очень большой потенциал, который они хотят реализовывать на уровне научных исследований. Никита, и давайте вернемся к проекту бессрока давности. Точнее, в Хабаровском крае сразу несколько проектов реализуются впереди этого мая. Что можно посмотреть, где? Бессрока давности – да, это очень широкий, большой проект, который охватывает не только, имеет форму не только выставки, да, это еще и конкурсные работы. Вот если мы говорим сейчас про выставки, есть выставка конкретно по геноциду на территории Советского Союза, именно где совершались эти преступления. На этой выставке мы можем увидеть, как и документы. Где ее можно посмотреть? Она сейчас находится, она передвижная, находится она сейчас в центре воин. Две недели она будет там, дальше эта выставка уже уходит в другое учреждение. То есть у нас отдельный человек, который принимает заявки от учреждений, либо учебных заведений, учреждений культуры, и она путешествует по всему Хабаровскому краю. Значит, на этой выставке мы можем увидеть документы, фотодокументы, которые, в принципе, раскрывают, хоть и кратко, да, но суть всех преступлений в каждом регионе современной Российской Федерации. Вторая выставка больше посвящена судам истории. Она так и называется «Суды истории», где мы видим, какое наказание понесли эти политические деятели, либо военные преступники за то, что они делали, как на территории Советского Союза, так и на территории стран, которые были оккупированы, ну, в том числе и Китай. То есть это токийский трибунал, это Хабаровский процесс, это Нюрперский процесс, то есть это про все эти процессы мы можем узнать. И это одна отдельная выставка в ТОГУ, да, проводит? Все верно. Одна из выставок, которая посвящена крупным как раз военным операциям, крупным сражениям, она располагается на базе Техокеанского государственного университета, была не так давно открыта, и сейчас все желающие могут с ней ознакомиться, мы готовы принимать как отдельных, просто горожан, кто хочет прийти посмотреть, так и организовать экскурсию, показать эту выставку. Потом она, да, тоже от нас переедет в следующую организацию. Ну и, насколько я знаю, Станислав не только преподаватель, но и эксперт, федеральный эксперт проекта «Бессрока давности», верно? Да, я являюсь федеральным экспертом проекта «Бессрока давности». Я участвовал в подготовке к публикации сборника документов из центральных архивов, которые раскрывают процесс подготовки и ход Хабаровского процесса. Я писал к этому сборнику ступительную статью. Я же вхожу в жюри и регионального, и федерального этапа конкурса студенческих и школьных проектов «Бессрока давности». И в этом направлении довольно активно работаю. Причем очень приятно видеть, что каждый год география проекта растет и расширяется количество людей и учреждений, которые в нем принимают участие. Более того, два года назад мы с коллегами подготовили учебно-методический модуль «Бессрока давности», который получил, опять же, гриф Министерства просвещения. И этот учебно-методический модуль посвящен истории Дальнего Востока в период Второй мировой войны. Он предназначен для внедрения в высших учебных заведениях в качестве или самостоятельного модуля, или в качестве элемента учебных программ по истории. Никита, а поисковое движение, оно поисковое, соответственно, вы ищете. Удается находить какие-то новые страницы в истории войны? Если, опять же, мы возвращаемся к проекту «Бессрока давности», то, конечно же, это все так же началось и с рассекречиванием архивов, и, конечно же, с поисковых работ, когда поисковики именно начали натыкаться на такие места, где были именно захоронения мирных жителей. И, конечно же, полностью именно по этим преступлениям поисковое движение не может работать только самостоятельно. Конечно же, оно работает совместно со Следственным комитетом. Но такой вот пример, с чего все началось, это, конечно же, жестяная горка, когда наткнулись на останки, на большое количество останков именно мирных жителей. Это в основном старики, женщины и люди, которые... А где это? Это на западе, конечно же, нашей страны. Я не хотел попросить, то есть дальневосточники выезжают в западную региону? Дальневосточники именно на такие преступления не выезжают. Мы все-таки работаем больше по сражениям. Но есть отдельные отряды, это отдельный проект, то есть это прям отдельные отряды работают. И, конечно же, таких раскопов, да, можно так сказать, где это все происходит, таких экспедиций по всей территории Российской Федерации. Ну, можно очень много примеров говорить про многие районы, вот особенно Ленинградская область пострадала, конечно же, Брянская область. То есть их можно перечислять, где действительно были массовые убийства и где не осталось во многих населенных пунктах никого из жителей. Для Дальнего Востока это важно потому, что наши деды, прадеды там воевали, важно восстановить судьбу каждого. И наверняка находятся захоронения, выясняется судьба погибших, да? Конечно же, выясняется судьба и погибших. Для дальневосточников это очень важно. Но еще плюс западные регионы Российской Федерации показали пример, как работать по такой тематике. Мы уже давно вынашиваем такую идею, что расширить этот проект и на годы интервенции. Мы уже общались по этому поводу. Сейчас мы ищем именно тот костяк людей, кто вдохновится к этой идее. Скорее всего, нужно, конечно же, чтобы это были люди с юга России, с севера России. И как-то это очень важно, потому что, на мой взгляд, гражданцы войны на Дальнем Востоке, интервенция, тема еще до конца не расследована. И мне кажется, это очень перспективное направление. Конечно. Насколько я знаю, в ТОГУ существует теперь Центр изучения событий Второй мировой и противодействия фальсификации истории. Я правильно назвал? Да, все верно. Чем он занимается? Ну, соответственно, занимается, скажем так, научно-исследовательской работой, направленной в области истории, направленной на то самое противодействие фальсификации истории. Один из проектов, наш, не единственный, вот буквально вчера мы слушали коллег с проектами программы развития, да, и один из проектов, который обсуждался междисциплинарный, это использование технологий искусственного интеллекта, о которых мы говорили в начале, для автоматизированного анализа изображений и в том числе боевых наград, которые есть на этих изображениях, для того, чтобы жители Хабаровска, и не только Хабаровска, могли, презентуя фотографии своих родственников, определять наличие у тех, тех или иных военных наград. Мне кажется, это хороший междисциплинарный проект, хорошая инициатива. Действительно, Центр был создан приказом Юрия Сергеевича, другим приказом я был назначен его руководителем, и помимо научных исследований, Центр уделяет большое внимание также научно-просветительской работе, также экспертной работе, в том числе связанной с реализацией проекта без срока давности. В деятельности Центра принимают участие не только студенты, не только преподаватели, точнее, не только научные сотрудники, но еще и студенты. То есть мы в рамках Центра привлекаем студентов к научным исследованиям, к просветительской работе, потому что прекрасно понимаем, это или будущие учителя, или будущие преподаватели вузов, которые будут продолжать проблематику своих исследований в дальнейшем, но уже на новом уровне. То есть мы еще и способствуем подготовке кадров в определенной степени. Вы знаете, в завершении я подумал, что если мы не будем держаться своей победы, есть вероятность, что у нас ее отнимут. Потому что объявить себя победителем во Второй мировой войне слишком много желающих. Вы согласны? Это так. Более того, наши коллеги-партнеры из других государств, наших дружественных государств, они иногда говорят о том, что спасибо за то, что вы помните историю, помните ее за себя, а иногда и за нас ее помните и не даете нам забыть. Это вот отличительная особенность, как мне кажется, нашего государства, нашего народа, уделять большое внимание тем событиям, которые были раньше, уделять большое внимание памяти своих предков, потому что это позволяет нам двигаться дальше. Через это мы воспитываем нашу молодежь. Спасибо всем, кто участвует в проекте «Без срока давности». В студии программы «Политпрайм» были Никита Кобзев, председатель регионального совета поискового движения России, Юрий Марфин, ректор ТОГУ, доктор наук, и Станислав Слевко, доцент высшей школы педагогии истории ТОГУ, кандидат исторических наук. После короткого перерыва займемся борьбой с коррупцией. Кстати, ее где-то победили в мире?